Раньше людей в советском районе принимали в помещениях сельхозуправление. Маленьких, без туалетов и горячей воды было тесно и неудобно. Теперь у врачей большие кабинеты, отдельные процедурные, открытая регистратура, просторные холлы для ожидания, пандусы, лифты. А главное, новое оборудование. Впервые появилось рентгенологическое отделение. Самая наша гордость. Это аппарат на два рабочих места, современный, цифровой. Что самое важное. Никогда не было в районе у нас мамографа. Теперь он у нас есть. Жителям района приходилось ездить в город Биск на мамографию. Теперь наши жители смогут пройти у нас это обследование. Четыре отдельных входа для температурящих к фтизиаторам в женскую консультацию. Ковид научил перераспределять потоки. Консультация – особая гордость. Хотя спад рождаемости отмечен и в советском. Сейчас у нас 50 миллионов на учете состоит. Поэтому, в принципе, тенденция у нас пока не снижается. То есть мы пока хотя бы держим эту планку. Поликлинику открыли рядом со зданием больницы. Так что все виды медпомощи жители будут получать в одном месте. Новое медучреждение построили в рамках нацпроекта здравоохранения. Обновление продолжится и в других районах. 28 объектов будут построены и введены еще в этом году. Это ФАПы, это фельдшерские пункты, это амбулатории. Их будет 28 штук. И, конечно, в каждом селе это всегда событие. В поликлинике Советского теперь смогут получать медицинскую помощь до 150 человек в сутки. И обслуживать здесь будут более 15 тысяч жителей района. Принимать пациентов начали уже на следующий день после торжественного открытия. Татьяна Голубева, День с толком.